Здравствуйте, великолепные дамы и господа! Во второй части видео я расскажу историю близнецовых пламён, что мы достали из подсознания девушки про ревность. А прямо сейчас то, что я скажу, у части людей вызовет, возможно, шок или удивление. Часть подумает, что, может быть, я сошёл с ума, и мне уже пора на пенсию. И части людей это поможет прозреть и приблизить к выздоровлению. Итак, внимание! На ревность способен только ребёнок. Ребёнок. Взрослый человек не ревнует. Я понимаю, что вы мне можете сразу же возразить, ну как, мне там 20, 30, 40 или больше лет, и я ревную. Да, вот тут-то и оно. Ещё раз. На ревность способен только ребёнок. Это значит, что важно очень осознать это и признать для дальнейшего продвижения и исцеления. Что, как минимум, в те моменты, когда у вас возникает ревность, вы проваливаетесь в пятилетнего, там, трёхлетнего, ну, плюс-минус, да. Именно примерно в этот возраст, то есть не в 14 лет вы проваливаетесь, а в 3, в 5, в 7 лет проваливаетесь. И эмоционально вы в этот момент дети. Откуда берётся ревность? Я уже записывал на эту тему видео, откуда берётся, как проработать, но сейчас напомню один из очень важных корней. В детстве ребёнку очень сильно не хватило внимания, любви, принятия, признания ценности, уникальности, эмоциональной близости от папы и от мамы. Это очень важно, что от обоих. Там могут быть по-разному расставлены акценты, но чаще всего от обоих. И был кто-то ещё, на кого внимание, ну, возьмём для примера, папы, было направлено больше, сильнее. То есть папа кого-то любил больше. Может быть, братика вашего или сестричку. Либо, может быть, у папы была любовница. Даже если вы об этом не знали, но вы чувствовали, и всё равно на подсознании считывали, что папа какую-то там чужую тётю любит больше. Либо даже ревность может возникать, когда папина папа больше любит, сильнее любит маму. Вот прямо вашу... То есть у вас вообще всё нормально, полная семья, мама, папа. И причём папа любит маму, но он её вот так вот любит, что вы ревнуете к маме. И одновременно к этому ещё может быть, что и маму к папе тоже такое может быть. То есть мама с папой так друг на друга залипли, что тоже возникает ревность. То есть декорации могут быть любые. Братик, сестричка, любовница, или сами же родители это создают. Но это всегда происходит от психологической незрелости родителей и неумений дать ребёнку именно вот отцовскую, материнскую любовь. Потому что, понимаете, как это срабатывает? Может быть перекос, что папа не умеет любить дочку как дочку. И он её, ну как может, ей оказывает внимание, но это получается как мужчина, допустим. То есть дочка воспринимает папу как вот мужчину именно. Не как папу, а как мужчину. И он не может правильно это тоже, правильную энергетику задать, потому что он как взрослый в норме это задаёт. Если даже ребёнок что-то искажённо воспринимает, взрослый может направить, и всё, и ребёнок в нужное русло войдёт. Получается, девочка ревнует папу, потому что она не чувствует, что он папа. Это какой-то мужчина, который маму любит больше, или сестричку любит больше, или любовницу какую-то друг, чужую тётю любит больше. Из-за этого возникает ревность. И, естественно, с этим чувством девочка идёт по жизни. То есть это внутренний конфликт неразрешённый. И потом, чтобы его разрешить, девочка в жизни сталкивается с ситуациями, где опять у неё оп, триггерит ситуации, провоцирует на ревность, на ревность, на ревность, чтобы на самом деле решить этот внутренний конфликт. И ещё раз обращаю внимание, что, видите, конфликт закладывается в очень раннем возрасте. Три годика, пять, семь лет и так далее. Поэтому, когда у вас во взрослом возрасте ревность, вы в этот момент детка, да, маленькая девочка. И вы в этот момент взаимодействуете с миром не из здесь и сейчас я, а из тогда, из прошлого. То есть вы как бы возвращаетесь в прошлое, и оттуда маленькая девочка пытается что-то сделать. И, естественно, ничего гармоничного с этой позиции, как вы понимаете, не получится. Итак, теперь история близнецовых пламён. Значит, как обычно, для примера, возьмём девушку Машу, мифическое существо Маши. Маша встретила своё близнецовое пламя мужчину, и этот мужчина женат. Может быть, вы предположите, ожидаемо, что у Маши будет ревность к его жене. Но в нашем случае ситуация зашла гораздо глубже. То есть Маша познакомилась и с его женой. Получается, Маша встретила своё близнецовое пламя, она познакомилась с его женой, и они даже стали проводить время иногда втроём. Соответственно, у Маши создался контекст, где она установила эмоциональную связь и с мужчиной, со своим близнецовым пламенем, и с его женой тоже установила эмоциональную близость. И что по итогу? Маша испытывала даже большую ревность к его жене. То есть его жену ревновало к нему. Я не оговорился. Именно его жену к нему. То есть смотрите, Маша установила эмоциональную близость с его женой и с ним. Я ещё раз обращаю внимание. Ревность, значит, маленькая девочка, значит, это проекция. Она спроекцировала на него, на близнецовое пламя, она спроекцировала отца, на его жену она спроекцировала мать. Так? И когда она общалась с его женой, проецируя на неё мать, там завязывалась близость, и потом близнецовое пламя выдёргивало его жену оттуда, у неё возникала сильная ревность. То есть ревность к женщине. То есть тут вообще пол не важен, чтобы вы поняли. Да? Пол не важен. Точно так же, когда она со своим близнецовым пламенем устанавливала близость Маши, и его жена её выдёргивала из этой коммуникации, из этой близости, и Маша чувствовала, что всё, опять кого-то там другого любят больше. Опять у неё ревность. Ещё раз обращаю внимание, что в нашей ситуации ревность была даже сильнее, что она его жену ревновала к нему. Понимаете? Это вопрос, смотрите, вот ещё раз, это вопрос сейчас вообще не про сексуальные отношения. То есть не про это. Потому что ревность, она не связана вот именно с сексуальным отношением напрямую. Ревность может возникать просто в борьбе за чужое внимание. Просто за установление эмоциональной близости. А сексуальный контекст, он может быть, он будет усиливать просто это. Но может его и не быть. Ревность всё равно может возникать. От головы можно думать всё, что угодно. То есть если ваша ситуация не зашла настолько далеко, и вы не настолько от каких-то ограничений свободны, чтобы получить тот опыт, где вы сможете прочувствовать, что на самом деле творится в душе, и как на самом деле реагирует ваше тело, то вы можете даже и не знать, как вы бы реагировали в похожей ситуации. То есть вы можете думать, что у вас ревность только в такой ситуации срабатывает, просто потому, что ваша ситуация никогда не развивалась глубже, так, чтобы вы поняли, что у вас это чувство может возникнуть в обе стороны, независимо даже от пола. Потому что где-то, где-то, где-то в глубине оно так. Смысл в том, что не каждый признается. То есть даже у людей, которые попадали в такую ситуацию, они могут просто не признаться, не то, что мне, даже себе. Что на самом деле творится вот здесь? Какие на самом деле чувства и к кому? Как обычно, кто хочет разобраться в себе, в ситуации, проработать ревность, понять, кем является человек, которому сильное притяжение, близнецовым пламенем или кем-то другим, приглашаю на онлайн-консультации. Узнать подробности и записаться можно вот здесь вот вверху по ссылке. Желаю вам всем счастья, любви, осознанности, изобилия и прекрасных гармоничных отношений. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok